Доброго времени суток, меня зовут Гога. Ограничитель потока или ограничитель течения – простое устройство механического действия, которое имеется на любой системе обратного осмоса. Без этого важного узла система просто не будет работать. Исключение составляют осмосы, которые оснащены электромагнитными клапанами. Но и в этом случае ограничитель присутствует, просто его роль выполняет электромагнитный клап. О клапанах мы поговорим в другой раз. Сегодня речь пойдет именно о механическом ограничителе потока. Ограничитель потока может быть встроенным, то есть он устанавливается внутри дренажной трубки, и выносным, когда ограничитель устанавливается в разрез трубки. Первый не очень распространен, второй встречается чаще, и именно о нем будет идти речь в этом видео. Зачем обратному осмосу нужен ограничитель потока? Он выполняет две задачи. Первая, как видно из названия, заключается в уменьшении объема воды, которая сливается в дренаж. Это, как вы поняли, экономия воды. Вторая задача выходит из первой. Поскольку ограничение потока происходит за счет значительного сужения проходного отверстия внутри этого устройства, в системе создается дополнительное давление. Это давление плюсуется ко входящему давлению и увеличивает его в 3-4 раза. А когда в системе обратного осмоса достаточное давление воды, он работает максимально эффективно. Вот такое маленькое, но полезное устройство. Ну а со временем ограничитель потока начинает сливать меньший объем воды, потому что он постепенно забивается грязью. Это может приводить к тому, что мембрана обратного осмоса тоже начинает забиваться грязью, потому что она недостаточно промывается. А значит, мембрана гораздо быстрее выходит из строя. Чем больше забит ограничитель, тем быстрее выйдет из строя мембрана осмоса, даже новая. Итак, появляется вопрос. Как проверить работу ограничителя потока? Некоторые просто снимают его и продувают. Если воздух проходит, значит все в порядке. Но этот способ показывает лишь то, что ограничитель потока не забит полностью. А нам необходимо узнать, какой объем воды он через себя на данный момент пропускает. Как узнать это? Очень просто. При помощи секундомера и мерного сосуда для жидкостей. Хотя можно использовать любой сосуд, если вы знаете его объем, но мерный сосуд надежней. Последовательность действий следующая. Первое. Перекрыть бак. Второе. Перекрыть кран входящей воды. Третье. Открыть кран чистой воды, чтобы стравить давление, и оставить его открытым. Четвертое. Вынуть трубку дренажа из ограничителя потока. Пятое. Направить ограничитель потока в мойку или какую-то емкость. Кастрюля, ведро или таз. Чтобы достать до мойки, можно вставить в ограничитель трубку, если у вас такая имеется. Но проще подставить таз. Шестое. Открыть кран входящей воды. Если система снабжена насосом, он тоже должен работать. И седьмое. Когда из ограничителя начнет течь вода, необходимо подставить мерную емкость и засечь на секундомере, какой объем сольется за минуту. Все. Замер произведен. Потом необходимо сравнить полученный результат с цифрами, которые указаны на корпусе ограничителя потока. Это цифры, которые указывают на то, сколько миллилитров жидкости в минуту ограничитель потока пропускает через себя. Если результаты замера чуть больше или чуть меньше этих цифр, то все в порядке. Если результаты существенно меньше, на 100 и более миллилитров, то ограничитель потока необходимо заменить. Но мой вам совет. Меняйте ограничитель потока каждый раз вместе с заменой мембраны. Он не так дорого стоит, как новая мембрана, работающая на старом ограничителе потока. Хотя, во многом, этот совет касается именно тех регионов, где вода очень грязная механически, или с большим содержанием органики, или очень жесткая. На этом я с вами прощаюсь. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам доброго. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok